Как работает карательная психиатрия в Евросоюзе? Ну, я больше склоняюсь к названию террористическая, потому что карательная карают за что-то, а террор он и есть террор. Террористическая, она же фальшивая, она же карательная. Расскажу на своем примере. Я не боюсь рассказывать о психиатрии. У меня выработался своего рода такой иммунитет. Многие ужасно боятся об этом даже заикаться, что они даже если хотя бы какую-то консультацию брали, и то боятся об этом заикаться, чтобы их знакомые, друзья и все общество не посчитало их чуть ли не нелюдями такими. А вот такова психиатрия. Страшная, ужасная вещь. Я получил вторую группу инвалидности из-за месофонии. Месофония – это непереносимость определенных шумов. У меня это неврологическая болезнь, это не психиатрическая болезнь. В России я наблюдался больше полугода у кандидата медицинских наук, психиатра. Он не нашел во мне никакой психической болезни. А месофония возникла из-за того, что много лет я в полной тишине, с большой концентрацией работал над текстами в сфере библистики. И как бы вот сорвал резьбу, начал и в обычной жизни интенсивно думать с утра до вечера. И вот это одно дает мне удовольствие в жизни настоящей. И если возникает какой-то шум, который отвлекает, то это мне не то чтобы мешает, это вызывает какое-то болезненное ощущение. Потому что когда ты в режиме полной концентрации, какой-то шум, то это как на полной скорости, допустим, автомобиль врезается в стену. А если автомобиль въезжает на очень маленькой скорости, то ничего не происходит. Но можно много разных аналогий привести. Три раза я госпитализировался в психушку из-за пьяного соседа, который не давал мне спать неделями. Он круглосыточно включал телевизор громко. И у меня возникала депрессия. Я ехал в психушку, там меня обкалывали всякими транквилизаторами. Я возвращался опять. И так три раза за три месяца, пока я оттуда не съехал вообще. И вот все прекратилось как бы. Но сердобольная психиатра местная, наша районная, мне сказала, а почему ты не обратишься за инвалидностью? Ты имеешь формальное право. Я обратился за инвалидностью. Мне никто ее давать не хотел. Ну, это отдельная тема про взятки и все такое. Ну, в общем, дали. Потому что я работал в край суде. И, ну, в общем, дали. И эта инвалидность, она была мне нужна в России как суррогат социальной помощи. Потому что на тот момент никакой социальной помощи я бы получить не мог, кроме этой инвалидности. И эта инвалидность формальная, она позволила просто мне выжить и уехать из России. Навсегда. Я уехал сначала в Крым, потом, когда пришли они в Крым, я уехал вообще в Украину сначала, потом в Евросоюз. И вот я столкнулся с карательной психиатрией в Евросоюзе. С террористической. Собственно, я и в России тоже сталкивался. Помню, когда один раз я приехал в психушку в Краевую, в Саврополь. А просто на тот момент мне нужно было... Негде было жить. Это все тоже сложный вопрос. У нас временно негде было жить просто. И была депрессия, я поехал туда. И там воровали всю еду пациентов, давали баланду практически. Я написал письмо. Я уже не помню, куда написал. Куда-то наверх письмо, на самый верх. И уехал оттуда. Ну и в общем, какими-то путями я где-то там зацепился в Железноводске. И там я жил 4 года, работая компьютерным доктором. Два года один вообще на весь город. У меня было 300 клиентов. Даже водитель прокурора был у меня клиентом. Ну, в общем, меня клиенты большинство любили, потому что я им все ставил очень хорошо. И делал сразу клон, чтобы они меня больше не вызывали. То есть, ну, качественно. И вот потом тоже был такой момент, когда я туда поехал опять с депрессией. И был момент, когда вот эта ответка, вот это ответное письмо, они спустили мое письмо в Минздрав местный. И когда я был в психушке, это письмо спустилось в психушку разобраться. И они меня нашли. И они решили устроить, в общем, мне карательную психиатрию. Меня вызвал врач, я уже не помню его. Все опубликовано. И сказал, выбирай вот список, вот нейролептики, которые обычно применяют при шизофрении. Очень сильные нейролептики. Вот выбирай, какими мы тебя будем закалывать. В кабинет вошли и вторая врач, его помощница, еще там двое людей. И они меня окружили со всех сторон, держа в руках шприцы. Ну, я, в общем, не помню, что я там говорил. У меня была знакомая адвокат, мой друг. И что-то такое я говорил. В общем, у них там что-то дрогнуло. Они оставили меня в покое. Но потребовали, чтобы я выписался срочно и куда-то пропал. Ну, это отдельная история, не буду. В общем, я сталкивался с этим. И один раз меня, кандидат медицинских наук, психиатр, который полгода меня наблюдал. И который не нашел во мне никакой психической болезни. Он до этого меня наблюдал. Он потом пошел на повышение в Москву. Один раз он меня наказал. Наказал он меня, я уже не помню, по-моему, аминозином. Но этот аминозин в смеси с моим лекарством против депрессии, он дал какую-то дьявольскую смесь. И у меня началась сильная неусидчивость. Я прям взмолился уже, чтобы он снял с меня это. Ну, в общем, а наказал почему? Потому что я, когда ставил чай в розетке, в коридоре, кто-то просто без очереди залез. И я возмутился. Меня ударили. И я возмутился еще больше. Вшла медсестра, и она как бы попала мне под горячую руку. Я что-то ей просто сказал. И вот меня за это наказали на 2-3 дня. Ну, такая маленькая, такая карательная, психиатрия небольшая. Ну, а в Евросоюзе, в Польше... Я заехал в Польшу, потом из Польши меня прогнали за то, что заступился за детей чеченских беженцев. Я поехал в Австрию. Австрия одна большая тема. У меня есть жалоба в ЕСПЧ. И можно просто эту жалобу почитать. Там очень кратко все написано. Хотя там очень интересно, как все это происходило. Не буду я отвлекаться на Австрию. Только скажу то, что они мне... Там, когда сначала я обращался, из-за того, что я не мог из-за шума быть рядом с какими-то людьми, с группой. Поехал в психушку, чтобы они мне дали защитный диагноз месофония. Чтобы меня не пихали к таким людям. Ну, они, в общем-то, диагноз мне никакой не дали. Но просто написали, ну, депрессия там, что-нибудь такое, легенькое. Но когда я в следующий раз сказал на Австрийку, что она меня там обкуривает, ну, дышит мне дымом в лицо, смеясь и говоря, что она знает, что я не курю там. И, в общем, меня хотели к ней в дом, где у нее там такие немножко бесноватые один серий, с другой там курт кто-то. Ну, в общем, молодые люди, которые постоянно экшен-экшен, там музон, там курева в доме и все такое. Ну, в общем, вот в этот раз, да, и там очень важно, когда я в Австрию приехал сам своим ходом, собственно говоря, я пошел не по трассе, где у них пограничный переход, а вот прям-таки по пою пошел. И там никаких заборов, ничего, я так и дошел до соседнего села, и меня укусил токсичный клещ. Я не знаю, что это за клещ, но температура через день поднялась до 42,8, а это вообще-то смертельная температура, потому что максимальная температура внутри нас 43, может быть, чуть еще больше, но вряд ли. А то, что она у меня поднялась на поверхность тела, это из-за того, что я во все теплое закутался, и еще бы чуть-чуть, еще полградуса, я бы просто умер, у меня зрение стало пропадать. Я пошел в село, меня охладил дождь, он мне спас жизнь, холодный дождь. А вот полиция меня арестовала, и я попросил людей вызвать полицию, или врача, или полицию, или скорую помощь, или полицию, чтобы меня довезли к врачу. И они меня продержали всю ночь без медицинской помощи, отобрали, и градусник даже отобрали, и сказали, чтобы я даже не вякал там. Ну да ладно. И потом началась там дальше, покрывали, короче, там просто феерическое все. И в итоге вот я написал в полицию заявление через месяц, и про это затронул. То есть я в полицию понес заявление на полицию. Вот полиция меня тут же арестовала, практически тут же. Отвезли в психушку, и где мне заранее объявили ему будущий диагноз? Фальшивый диагноз, параноидальный психоз. Психоз, ну, это такое состояние, которое приходит, уходит. То есть, ну вот сегодня есть, а завтра нет. То есть, если их начнут проверять, то они могут сказать, ну, у него прошел психоз. А вот тогда был, в тот момент. Ну и там было, конечно, очень для меня интересно, когда они хотели закрепить, так сказать, результат. И отвезли меня к профессорше, чтобы она мне назначила такого адвоката-опекуна, который бы не допускал мои свидетельства за суда. И она, я прошел там опросник, когда отвечаешь на вопросы, ну, где-то около ста. И этот опросник, я потом проверял в интернете, он ничего не показал. Я с ней беседовал недолго, у меня эта запись есть. Ну, 10, 5, 10, не помню точно, ну, не 15, наверное. Из нашей беседы ничего, собственно говоря, нельзя получить, там все обычное, как бы, такого ничего, такого нет. В итоге она написала в заключении, там, придралась, что я на какой-то вопрос не сразу ответила, задумался, что-то такое. И она сослалась на этот опросник и поставила, утвердила этот диагноз. И вот этот диагноз меня преследовал в Евросоюзе уже, и до сих, до ныне преследует. Потому что она первую доминошку, так сказать, наклонила, и эта доминошка упала, и последовала такая цепная реакция. В общем-то, из Австрии меня выкинули в Польшу. В Польшу я тут же пошел в ихнюю психушку, чтобы там, как бы, какую-то диагностику взять, чтобы они сделали опросник там. Вот, ну, на, так сказать, на всякий случай, чтобы защититься от того фальшивого диагноза. Они не придумывали ничего лучше, как ничего не делать. Потому что мой предок, знаменитый поляк в энциклопедии, во мне ничего они не находили. Они даже отпускали меня на улицу, когда мне надо. Никого там не отпускали, меня отпускали. Потому что, ну, мне надо поехать там за пособием, мне надо куда-то еще там поехать там. Ну, в общем, они меня отпускали. И потом они мне через 10 дней, по-моему, отпустили совсем, потому что, ну, со мной нечего делать. Единственное, что они учудили, так это, они в заключении написали ложь, то, что они мне какое-то лекарство давали. Никакого лекарства они мне не давали. Они мне предлагали снотворное первый день. Я отказался, сказал, что не надо. Я хорошо сплю, нормально сплю. Все. Вот. Витамин я попросил. Витамин мне кололи, но никаких нейролептиков мне не назначили. Но они написали лечение, но витамин это... Я попросил B12, по-моему, не помню. Или B6. В общем, немножечко нечестно поступили. Когда я приехал сюда, в Страсбург, меня сразу взяла в оборот префектура местная. Ну, я не буду слишком разветвляться на другое. Просто так или иначе, в итоге суд вынес решение административное, чтобы я покидывал территорию Франции. Но так как я жил здесь на улице и замерзал реально, то есть было очень холодно тогда, то меня все-таки отправили в Нанси. Или просто им... Они не любят искать людей, чтобы их выслать по кустам, по лесам. Вот они дали комнату в Нанси. В Нанси есть аэропорт. Вот я в своей комнате. Вот полиция приходит. Наручнички повели и отправили. То есть, ну, все объяснимо таким образом. Перед тем, как меня туда отправляли, я объяснял в Офе, что у меня месофония. Я даже вписал это в этот бланк, который я заполнял на жилье. И я это объяснял социальной работнице спада, мадам Парчмент. Которая с тех пор, она и стала как бы стеной, изолирующей меня от всего остального гуманизма, который только есть. То есть, она врала, она не делала, она игнорировала. В общем, стена. И вот, ну, тогда я об этом еще, тогда я этого еще не понимал. Я с ней общался по-дружески, потому что она как бы сказала, что это благодаря ей мне дали комнату. Ну, в общем, чтобы... И она использовала тогда такие трюки, как... Ну, я же одинокий мужчина. Она, в общем, как бы немножечко, как сказать, ну, как женщина манипулирует мужчинами. Какие-то закидывает такие вещи, чтобы мужчина думал, что женщина там им интересуется. И вот в Нанси все было сначала хорошо. Когда я сказал этой сосработнице, СИАО, организации, которая занимается жильем, что у меня непереносимость шума. И как раз сосед внизу включил музыку. Она побежала туда и попросила его, чтобы больше не включал. Ну, я подписал им этот акт. Хотя там и щели были, и все. Они сказали, мы сделаем, только подпиши. Я подписал. Вот это тоже была моя ошибка. В итоге они ничего уже не делали. Просто забили на меня. Ну, и в общем, потом... Соседи, они были довольно-таки шумные. Полы ужасно скрипели. Я боялся потревожить соседа снизу. Щели никто так и не заделал. Когда я спросил, можно ли мне в Страсбург к детям, чтобы подарки им отвезти, каждую неделю я возил подарки. То мне сказала эта сосработница, что если ты опоздаешь оттуда, ну, вдруг там, то мы выкинем твои вещи на улицу. Я поверил, потому что, ну, она говорила таким тоном, как бы... Ну, у них, видимо, идет такая дрессура людей. Вот они такие... Кстати, вот эти все работники, они очень молодые. А начальник СИО, ну, прям модель такая. Прям такой жеманный, женственный мальчик. Лет 25-20, там... Неопределенный возраст. Туда плюс-минус. Я пришел к нему на прием, чтобы вот все это обсудить. Почему вот мне очень плохо. Я не сплю там, бывает, когда они шумят. Там я, бывает, ночь не сплю, там полночи не сплю. Полу ужасно скрипят. Щелете, почему не заделать? Почему мне нельзя поехать в Страсбург? Зачем вы меня так пугаете? Ну, и так далее. Поговорить, чтобы как бы все было нормально. И он просто сделал некие вещи. Я бы сказал, он меня морально изнасиловал. Очень даже... Очень даже сильно. До нервного потрясения. У меня был нервный срыв. И у меня начались настоящие приступы черной депрессии. Когда откуда-то приходит какая-то паника. И тебе плохо. И ты думаешь, что тебе конец. А потом... Ну, об этом... Как он это сделал, можно об этом почитать в интернете. Все опубликовано. Очень легко находить. Там есть список этих основных моих текстов. Вот о расправе в Нанси. О том, как надо мной начали расправляться в Нанси. Там на блог-споте в Аснес. Ну, и в общем, тогда я понял, что, видимо, все. Мне конец. И я тогда переименовал мой сайт. Вот этот мой Life Journal. Вот эту табличку. Моя смерть во Франции. Потому что тогда я понял, что мне конец. Что если они так поступают, то... То есть он мне продемонстрировал, что мы тебя, если что, убьем. Мы до смерти тебя доведем. Ты никто, ты не счетство. Нам насрать на тебя. Сдохни. То есть, вот он это сказал всей своей этой мимикой, своими ответами и так далее. Ну, и я опять стал навязываться к врачам, чтобы они мне дали защитный диагноз таки. Я верил, что если у тебя есть бумажка, месофония, то тебя никто не будет мучить шумом. И тебя, в общем, куда-то переведут, где просто... Мне нужна была просто тишина. Больше ничего ни от кого. И все было бы отлично. Ну, а что они сделали? Они, да, и после того, как он меня изнасиловал морально, я пошел в ВОФИ местный и говорил с местной работницей по-английски, где я употребил слово «бастард» в отношении него. Но я не учел, что английское слово «бастард» во французском языке гораздо тяжелее. И я оценил ее взгляд, я понял, что я что-то в ней переключил. Они взяли курс на мое реальное уничтожение. Я, видимо, что-то затронул у них такое агрессивное весьма. Они моим соседям, армянам, семье, там бабушка, дедушка, мама, дети, дали жилье, дали квартиру, которую тебе долго ждали. И неделю пустовало жилье, никого не было, в морозы. Это удивительно, потому что, ну, такая расточительность. Потом поселили пять чернокожих, трое из которых экстремально громкие, а другие, ну, какие-то такие, в общем, неинтеллигенты, я бы сказал. И все дошло до того, что начальник СИАО и вот эта соцработница Беранжер Форини, они стали говорить этим чернокожим, чтобы они шумели как можно больше, чтобы они вообще на меня внимания не обращали. И настраивать их против меня, что типа, мол, он псих, ну, это я, как бы, потом все разложил, и я могу это доказать, как бы, но косвенно. То есть, когда тебе эти чернокожие говорят, что ты псих, иди лечись, и все такое, когда они ничего не знают про меня вообще, то кто им сказал? Конечно, это соцработница, которая, опять моя ошибка, я ей сказал, что месофония, и в Австрии меня мучили, и поставили фальшивый диагноз психиатрический, и все, и у нее сразу глаза загорелись, у этой соцработницы. Она нашла решение проблемы со мной, ей не нужно подрываться и как-то устраивать мне тишину, просто ей нужно меня. Он же псих, зачем с ним все, этим все объясняется, можно его, так сказать, до полного, так сказать, там, чтобы он пропал вообще. И после этого бастард, они взялись, они убрали этих тихих соседей, поселили чернокожих, экстремально, где они их нашли, не знаю, экстремально громкие. Там было две девочки, там подростка, которые постоянно друг на друга орали, забирали друг у друга вещи, игрушки, постоянно. Я реально не спал много ночей, даже ночей. А я с утра до вечера работал в библиотеке, писал жалобы на Австрию в СПЧ. В итоге они подточили таки мое здоровье, я почувствовал, что я просто уже скоро не выдержу. Потом они провоцировали меня много раз в итоге, они меня допровоцировали до того, что они собрали, мол, достаточно как бы поводов для себя, ну, естественно, надуманных, чтобы меня просто выселить. И позвали меня на такое собрание, чтобы объявить мне это, мои соседи, там вот это все, начальство там. Я понимал, что происходит, и, скорее всего, меня бы даже и выслали из Франции, потому что я пока находился по этому адресу. Поэтому я просто покинул это место, потому что я уже просто не выдерживал. Да, а врачи, ну, врачи, когда я, я ходил к врачам, вот, к сожалению, получается длинная история потом, но все очень интересно. У них тут есть специальные врачи, которые занимаются беззащитными людьми или беженцами. Специальные, которые, так сказать, их вот обрабатывают. И в итоге мне госпиталь послал в такой центр, я приходил к ассистенту-психиатра. Какая-то, похоже на раб, какая-то вот такая, не французского происхождения. И она мне сказала, ну да, над вами издеваются, да, они агрессивные, но это же не преступление. Преступление-то, когда беженца убьют. Я очень серьезно воспринял ее слова, потому что, видимо, по своей простоте душевной и по отсутствию необходимости хоть что-то скрывать, а все это я, кстати, записал и опубликовал, все опубликовано. То я понял, что это действительно так, что для них их, так сказать, ругают, если вдруг беженец замерзнет. Премии могут лишить. Ну такое. Ну и, в общем, она только, ее интересовало только то, когда меня вышлют и моя общая ситуация со статусом. Если бы у меня было бы все хорошо, у меня нашлись бы какие-то защитники, то отношение их ко мне, видимо, бы изменилось, они бы меня просто оставили бы в покое. Но они просто ничего не делали, пока тем временем эти чернокожие надо мной издевались, я не выдержал. Просто ушел в лес. Как я потом понял, это была реакция, когда люди прыгают с небоскреба от огня. Они прыгают тоже, ну, практически умирать, но они еще несколько мгновений хотя бы поживут, не сгорая. И вот у меня было что-то вроде такого состояния, я просто уже не выдерживал, это было страшно. И лес меня вылечил, тишина, скорее всего. За 2-3 недели я понял, кто как там себя вел, у кого какие были, так сказать, движущие там... То есть, ну, что двигало каждым из них, из этих людей, которые надо мной издевались. Все я разложил по полочкам и очень хорошо понял. Я успокоился, сон нормализовался, даже пропала вторая стадия почечной недостаточности в этом лесу. На 10 дней хватило продуктов, 2 недели вообще ничего я не ел. 2 недели я ходил, ну, я убил барсука, дней 5 я его ел, маленький. И несколько дней я выпрашивал хлеб там на трассе, около речки. Ну, иногда даже сыр перепадал, там что-то такое. Ну, в общем, чтобы тело не болело ночью, потому что началась дистрофия, и тело просто сильно болело. Ну, и так или иначе я вернулся в Страсбург. Но там, опять же, интересно. Это мадам Парчминт, видимо, как бы ей дали... Я встретил русскоговорящих, они меня предали. Они тут же побежали к этим моим учителям в Нанси и меня сдали. И те провели такую спецоперацию, чтобы сделать видимость, что как бы какая-то медицина есть. Они вызвали скорую помощь, но перед этим они выманили меня с моей стоянки. И скорая помощь меня не нашла. Они передали мне из рук руки, это и мадам Парчминт, хотя она не должна была приехать. И она просто меня отвезла в Страсбург, наговорила им тут в госпитале такого, что меня передали в психушку Эйрштайн под замочек в закрытое отделение и начали там повторять то же самое, что было в Нанси. Меня поместили в палату без звукоизоляции, там под дверью где-то сантиметровая щель. Ну, а почему они делают без... Видимо, для того, чтобы слышать, что там с человеком происходит, потому что двери, они закрываются. На удивление. Вообще, кстати, очень шикарное такое, очень современное здание такое. Полукруглое такое. Там, кажется, 3-4 круглые здания такие. Можно с интернета посмотреть Эйрштайн. И эти психи меня вечерком как-то сели за круглый стол. Они меня спросили, с чем ты к нам сюда пришел? А что тебя... с чем тебя госпитализировали? Ну, они каждый сказали про себя сначала. Вот одна сказала, я наркоманка героиновая. Другой сказал, вот я алкоголик там. Кто-то там психопатка там какая-то, в общем, колотит от нервов там. Кто-то курит много и надо от зависимости как-то выходить. Очень сильно, очень много курит. Ну, и так далее. Кто наркоман, кто алкоголик, кто там, чего еще. И меня спрашивают, а тебя почему? Я им сказал, я вот был один в лесу 40 дней. Больше ничего я не сделал. Они вот это 40, они вот не могли никак поверить, они это в 4 превратили. И когда я повторял 40, нет, 40, они не могли этого поверить. То есть, для них и пара часов без кофеина и без сигареты, это просто пытка. А 40 дней в лесу один, ну, нет. Ну, в общем, мучили меня еще как. Меня не кормили, так как нужно было. Я был очень худой, я потерял 72 до 54 или 6, где-то так, килограмм 18 потерял за 20 дней практически. Даже не за 20, а меньше за 2 недели. Ну, то есть, ничего не есть, так ничего не есть. И, в общем, пытка шумом одной вот этой мадам Диане, по-моему, выдали ей проигрыватель с большими колонками CD-дисков. И она, я, она включила с открытой дверью, я услышал сильный шум музыку, вышел и подошел и спросила, что это такое, почему с открытой дверью. Она сказала, ну вот, ну типа вот, а как им пользоваться? То есть, ей дали, ей вручили врачи. И потом мадам Диана отнесла его под мою дверь, потому что моя дверь была напротив фойе, где вот как раз эти, где собирались пациенты, когда на улице была непогода. И, в общем, поставила в метре в двух от дверей, и с тех пор постоянная музыка началась. И, ну, за 5 дней они угробили мое здоровье, которое в лесу я обрел, в психушке в этой. Ну, вот, как-то не совмест... как-то не проворачиваются слова в голове, да? Вот. И опять у меня началась сильная депрессия, я понял, что я не выживу, что дальше будет хуже, они будут надо мной издеваться, пока я на себя руки не наложу. И, в общем-то, там они пытались приспособить австрийский диагноз фальшивый ко мне. Хотя австрийский диагноз, он работает только в Австрии, он недействительный в других странах. То есть автоматически он никак не принимается, без проверки, по крайней мере. Они пытались как бы... то есть не им не из чего было взять основания для такого диагноза, и поэтому они вот устраивали мне этот... пытались во мне развить невроз, психоз, как, кстати, делали раньше в сталинских этих психушках. Здорового человека помещали в палату к бесноватым, им говорили травить этого человека, пока у этого человека не начинался психоз. Ему не давали спать, на нем издевались, били, пока у человека не начинался психоз. Тут вызывали врачей, эти врачи констатировали психоз и делали вид, что это так всегда у него. То есть человека объявляли психически больным, вот все, он теперь отныне психически больной. Все. Вот то же самое пытались сделать со мной. Даже один там бил меня, пациент. Один раз, но бил. Удар был такой, что я упал на пол. Ну и в общем, не хватало им все равно, потому что били-то меня, орали-то на меня, мучился-то я. Ну, не хватало... Ну, больные, они не могут быть такими настоящими свидетелями, это надо хотя бы там 3-4-5 больных, чтобы все прям одно... Ну, видимо, я завоевал какую-то симпатию у некоторых, и они не насобирали этот материал против меня, врачи. А вот из потолка его придумать, потом же, если что, вдруг чего? Можешь их опять опросить, этих людей. И в общем, тогда они меня отпустили без никакого диагноза. Но они сказали, теперь я обязан какое-то время навещать эту мадам де Малерт, одну из психиатров здесь, в Страсбурге. Кстати, как они пытались это сделать, это очень хитро, очень интересно. Я не берусь тут это сказать. Ну, кратко так. Одна психиатра вызвала меня без переводчика, и стала со мной болтать, и вот этот языковой барьер сделал возможным ей сделать вид, что она что-то поняла вот так вот, а не как я сказал. И она это записала. А другая психиатра ей как бы поверила, что да, действительно, она это услышала. И развила эту тему, передала опять первой, первой усилила, и так и пошло. Кстати, что делала вот вчера здесь мадам, я скоро выучу ее фамилию из мэрии, и как до нее делала мадам Яяя. И все они делают, ну, как-то вот, вот, ну, примерно, какие-то общие схемы есть у них у всех. И когда я начал посещать эту мадам де Малерт, я ей говорю, мне нужен защитный диагноз мисофония. Давайте мы пройдем человека-независимый тест. Я ей говорю. Я не говорю, что опросники. Я уже до этого проходил, там, около 600, там, об опросах, которые по многим шкалам дают и по шизофрении, и по паранойи, там, и по многим, там, по разным, разнообразным дают показания, показатели. Она мне отвечает, вы знаете, рентген головы ничего не покажет. То есть, включила такую дурочку. Психиатр с большим стажем не понимает, что такое в психиатрии человека-независимый тест. Ну, там, по-моему, это или тест Рошера, допустим, есть такой, да, там. Или вот эти вот картинки такие, как там, я же забыл. Или вот эти вот опросники. Это основной инструмент психиатра. Основной. Когда нужно большое количество людей пропустить, они запускают эти опросники. Потому что он не в состоянии с каждым беседовать-то. И она говорит, не, мы тут во Франции этим не занимаемся, нет, тут такого нет. Ну, врет. Этим занимается везде. Это как бы эталонные тесты называются. Вот, кстати, в Австрии только этим они и занимаются. Ну, и, значит, она мне написала такие, выписала мне таблетки. Я ей сказал, зачем? Я же вам, мне не нужны таблетки, я себя нормально чувствую. Нет вам необходимых, попринимайте. И если бы я попринимал таблетки и потом бы это как-то закрепил, что он принимал таблетки, все, все, по факту, все, псих, все. Я ей вернул эти таблетки под расписку. Мне это удалось сделать. И у меня есть как бы вот такое доказательство. Интересно. Ладно. Ну, и в общем, в итоге она все-таки мне написала этот диагноз парамедальный психоз, когда я попросил для Офи диагностику. Я говорю, мне не сафония нужна, мне не нужен парамедальный психоз. Нет у вас парамедальный психоз. Для чего? Чтобы все предыдущие садисты и преступники были освобождены от всякой ответственности. Все более... Вообще такой, я бы сказал, такой довольно-таки бескромный приемчик. Ну, и мне вроде неплохо, никто меня не убивает. И вроде им хорошо их освободили от ответственности. Всем хорошо как бы. Вот. Ну, и пошел я искать психиатров. Нашел... Ну, и там уже как бы не буду о всех рассказывать. Один испугался там, я им давал письмо под роспись, он испугался, отказался совсем со мной знаться. К другому я просто опоздал, он просто все, теперь не приходи. Ну, случайно опоздал. Нашел еще... Нашел психиатрушу, которая со мной побеседовала два раза. Мы по-английски беседовали. Она во мне ничего не нашла. То есть она со мной беседовала непредвзято. Я ей не говорил никакую предысторию. Я просто ей говорил, что вот, если мне дадут жилье, я боюсь, у меня месофония. Я не выдержу. Мне нужна эта бумажка, чтобы они меня не трогали. Я с ней рассказывал, что и как она меня... Ну, по два часа мы там где-то по часу... Нет, не по два. Наверное, где-то по часу, по полтора мы общались. Ну, у них считается где-то по часу это максимальное, наверное. Но мы долго общались. В итоге она сказала, видимо, потому что мы слепили как бы несколько встреч в одну. В общем, она мне сказала в последнюю встречу, ты, говорит, пойди погуляй два часика, я как раз тебе напишу вот эту бумажку в месофоне и все хорошо. Я пошел. А в это время она позвонила Де Малерт, этой психиатрши карательной. И Де Малерт, конечно, ей сказала, какая нафиг месофония? Да у него паранодиальный психот. Я же мужик... И диагноз поставил. Он же... У нас везде уже тут все записано. То есть они не могут друг другу противоречить. Иначе кто-то из них не прав. И, так сказать, можно уже кому-то предъявить претензии. Подать в суд, например. Заложенную диагностику, например. Ну и, в общем, когда я пришел... Это очень интересно. Это тоже записано все на диктофон. И даже где-то у меня есть склейка, когда я... Когда я фразу, что она мне сказала, у вас я ничего не нашла, никакой психической болезни. И через два часа я вырезал фразу, где она сказала, что вы очень сильно больны, вам только на таблетках сидеть. Это разница два часа. Этих двух фраз одного и того же психиатра. И ей сказал, вы же только что говорили. Она сказала, ну я позвонил от Демалер, то есть у меня там в письмах, которые я ей давал, где я описывал, я же еще и письма ей давал, чтобы не просто разговаривать, чтобы она потом еще читала в свободное время. Вот она почитала письма, пока я гулял, позвонил этой Демалер, и вот так вот. Она нашла там эту Демалер каким-то образом, и там упомянул, видимо, что-то. И, ну, я не помню, она давала мне, кажется, я даже не брал у нее этот диагноз, он мне такой нафиг не нужен. И я пошел, нашел еще одного психиатра, который испугался, что я ему письмо под роспись даю, и отказался. Потом я нашел доктора Карагату. Я ему дал письмо под роспись. Ну, доктору Карагату нужны были деньги, и поэтому он подписал. Это же где-то 25 евро, может, больше. Один визит, это какие-то деньги для них. Кап-кап-кап-кап. Чем больше людей, тем он очень много людей принимает. Доктор Карагата очень много людей. Он мне жалуется, что еле выживает, ему деньги нужны. Ну, в общем-то, он во мне ничего не нашел. А после доктора Карагаты у меня был рандеву к профессору. Это как генерал. У меня, кстати, вот эта психиатрша, которая обернулась, оборотнем стала, то есть на глазах за два часа, она мне сказала, вам надо к этому профессору. Если он скажет, что у вас мисофония, мы никто не можем противоречить. Это как в армии. Вот я удивился, как в армии. Мне, кстати, и в Австрии тоже доктор говорил, кёк или кёк, мурал, когда я к нему пришел, когда я там один жил, уже в домике в горах, он говорит, ну да, я все могу, я в тебе не нахожу никакой психической болезни, но если мне скомандует, я напишу, а я сам не могу по своей инициативе, даже то, что ты пришел, попросил, я не могу. То есть, ну, как в армии. Ну, и получилось как, доктор Карагата меня принимал, 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 ну, в общем, сказал, тебе надо мисофония, ну, хорошо, ну, ничего я в тебе не вижу. И написал мне мисофония большими печатными буквами. Я ему обещал, еще приходи, там, и все такое. Потом я весной двадцатого года, да, пошел к доктору Берчи. Ну, это генерал среди психиатров, профессор. Ну, они хитро, как делают. У доктора Карагаты была та же фигня. Когда я сидел в зале ожидания, со мной сидела девушка, и мы с ней приятно побеседовали по-английски, и она все мне выведала. А потом вдруг мы вошли вместе к ней психиатру, оказывается, она его ассистент. То же самое было у доктора Карагаты, за исключением того, что она вперед меня зашла, ему все рассказала и ушла. Какая-то студентка, видимо. Ну, я не ожидал этого, я просто с ними, как бы, всю душу изливал им. Ну, и вот такой инструмент. Ну, и в общем, доктор Берчи со мной беседовал, 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 беседовал. Ну, говорит, а я ему говорю, вот я прошел два опросника, дал ему ссылки, миннесотские тесты, по-моему, уже второй версии. Вот, говорю, у меня там даже минусовая паранойя, то есть, я наоборот доверчивый, излишний, открытый, как бы, все рассказываю о себе, ничего не скрываю. Ну, и он говорит, ну да, и я вас тоже ничего не нахожу, и написал мне соответствующее письмо. И вот, вот последние два диагноза, и еще два вот этих миннесотских теста, я их очень долго проходил, там, каждый часа два, наверное, то и больше, больше пятисот вопросов, очень трудно отвечать, ведь там, ну как, думать надо, что там, иногда такие вопросы неожиданные. Ну, и в общем, они опубликованы, кстати, тоже. Все опубликовано, и все я опубликую сразу. И я удивляюсь, когда мне, меня люди спрашивают какие-то вопросы. Ну, если бы они хоть немножечко следили, как бы, хотя бы иногда заглядывали, они бы в курсе всего были бы. Им не нужно было ничего спрашивать никогда. Все опубликовано. И вот, что дальше. Дальше, когда с Нанси я вернулся в Страсбург, Пада стала меня игнорировать. В Паде решили, что мне уже поставили этот диагноз. И когда я пытался подать в суд на Офи, чтобы вернуть пособие, мне пособие лишили навсегда. И жилья тоже. Все, погибай нафиг. Там, куда-то девайс из Франции вообще. Они захватили мое дело с помощью адвокатов Пада и Офи. Почему я это говорю? Потому что они мне прямым текстом это и говорили. И все их речи записаны на диктофон, опять же. Они меня вызвали в Пада, выведали у меня имя адвоката, в котором мое дело по предыдущему дублинскому делу с моей подписью. Ну, я им сболтнул. Наивный же. И они, они мне сказали, мы по поручению Офи там, короче.